Тверь присоединилась к обсуждению вопросов, связанных со здоровьем молодого поколения. Круглый стол на тему «Здоровый университет. Проблемы, опыт, перспективы развития» прошел в режиме видеоконференц-связи на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Столицу Верхневолжья на мероприятии представлял председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. Подробности в материале нашего корреспондента. Круглый стол на тему «Здоровый университет. Проблемы, опыт, перспективы развития» прошел в рамках форума «Здоровые города, районы и поселки». В одноименной ассоциации Тверь состоит на протяжении последних четырех лет. За эти годы большая работа была проведена в том числе благодаря усилиям представителей Тверского государственного медицинского университета. Много программ у университета по здоровому сбережению, по комфортному проживанию нашего населения. Одна из ведущих – это здоровье учителей, здоровье учеников, здоровье преподавателей, как я уже сказал. В рамках этой программы последние два года студенты и преподаватели медицинского университета выезжают в учебные заведения Твери, где проводят обследования обучающихся и преподавателей, дают советы по ведению здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Особую роль эта работа приобрела в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Конечно, это тоже очень актуально, потому что благоприятная и общественная здоровая среда, она очень играет вообще на эпидемиологическую ситуацию в регионах. Опытом работы в этом, а также в других направлениях в ходе круглого стола делились представители разных уголков нашей страны. В числе спикеров были члены Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» от Вологодской области, Ставропольского края, Республики Крым и других регионов нашей страны. Верхней Волжью в мероприятии представляли исполняющие обязанности ректора Тверского государственного медуниверситета Алексей Давыдов и председатель Тверской городской думы, член Президиума Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Евгений Печуев. Цель, конечно, познакомиться с опытом других регионов именно в решении комфортного проживания нашего населения на территориях и, конечно, попытаться меминизировать, может быть, какие-то проблемы, связанные с коронавирусом. Это тоже одна из частей нашей конференции. Участники конференции сошлись во мнении, что подобная совместная работа позволит год за годом повышать качество жизни людей, а также качество оказания медицинской помощи. Немалую роль играет также и пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения. Ведь, как известно, здоровье нации начинается со здоровья детей и подростков.